Всем привет! С вами Татьяна Кузьмина. Дорогие мои, не падайте в обморок, я сама готова упасть от той бледности, которая у меня на лице. На самом деле, я это сделала сознательно, только что умылась. И вот хочу вам продемонстрировать, каким же образом я подготавливаю свое лицо для нанесения макияжа. Вот этим мы с вами сейчас и будем заниматься. Ну что, приступаем к процедурам. Обычно я все процедуры по уходу за кожей лица делаю вот в такой повязочке. Я сначала надеваю повязку, это для головы повязка, она на резиночке, очень удобная, мягкая, классная. Но сегодня я ее надевать не буду, потому что на днях буквально я сделала стрижку, у меня, видите, достаточно короткая челка. И если я сейчас одену эту повязку длительное время, она у меня будет находиться на лице, у меня челка вот так вот будет стоять. И будет очень сложно ее уложить, нужно будет либо снова мыть голову, укладывать ее отдельно. Я уже пробовала, у меня прям вот беда с этим получилась. Я не стала одевать повязочку, а просто вот так в разные стороны волосы сместила. И сейчас буду проводить процедуры. Я уже умылась обычной проточной водой. И у меня, знаете, кожа прям такая вот стянута, особенно вот в этих местах. Она у меня с тенденцией к сухости, прям вот я чувствую, как ее подтягивает. Мне некомфортно, жутко, прям хочется скорее что-то нанести на кожу. Но прежде чем я что-то нанесу, я воспользуюсь вот такой мицеллярной водичкой, для того, чтобы те загрязнения, которые я не смыла водой, у меня все-таки они удалились. И эта мицеллярная вода, она из серии Эксперт Форма, наша фаберликовская водичка. Очень она мне нравится. Сейчас прочитаю вам. Очищающая мицеллярная вода для чувствительной кожи. Обратите внимание, для чувствительной. У меня как раз-таки такая кожа и есть, скорее всего. И водичка эта очень мягкая, она прям такая классная, очень она мне нравится. И я прям некоторое количество ее сейчас добавлю вам, не вам, а себе, на диск. Хочу обратить внимание, как она открывается. Вот здесь есть такая вот импочка, раз, и смотрите, я открыла водичку. И раз пальчиком закрыла, она не вылится, если вы ее куда-то положите с собой в дорогу, косметичку большую какую-то соберете, да, дорожную, то она не прольется. Очень удобный у нее вот этот механизм. И сейчас я просто его открою и, значит, воспользуюсь, буду пользоваться. Так, вот смотрите, наливаю некоторое количество мицеллярки. Вот, видите, она жиденькая достаточно мицеллярочка на диск. И что я начинаю делать? Я беру и по массажным линиям, сначала от подбородка к скулам, от крыльев носа тоже к ушам, от носа сюда опять к ушкам, и от середины лба к вискам. Вот такими движениями я протираю лицом, не наоборот, да, то есть мы все делаем строго по массажным линиям. Давайте я сделаю это еще раз. Побыстрее, смотрите, кожа стала уже розоветь. Представляете, какая я была бледнющая? Вот что значит, просто легкие массажные движения. Не забываем под подбородком, здесь у нас тоже вот этот момент. И сейчас я вам покажу, смотрите, вот это я умылась, да. Видите, сколько грязи, остатков макияжа, хотя вечером я тоже умывалась. И использовала тоже эту мицеллярную воду, то есть кожное сало, да, выделение на коже, загрязнение за ночь. Вот, представляете, какое количество. Даже вот сейчас еще обратной стороной диска еще раз протру. Прям вот очень приятно, очень комфортно. У меня прям уже сразу я чувствую увлажнение, как кожа у меня увлажнилась. И вот еще чуть-чуть, да. Вот эту процедуру нужно делать обязательно. Дальше, следом за этой процедурой я еще молочком протру лицо, потому что молочко, оно такое нежное, оно такое классное. Оно и увлажнит нашу кожу, и тоже, может быть, дочистит, да, эффект дорабатывания, если уж что-то там осталось, и смягчит кожу. Вот молочко. Ну, оно жиденькое такое, текстура у него очень приятная. Оно прям такое нежное-нежное-нежное. Прям, знаете, прям хочется, чтобы оно касалось лица. И опять по массажным линиям, опять то же самое я проделала. Тоже процедуру. И, кстати говоря, вот та метелярочка, которой я сейчас пользовалась до молочка, ей можно еще и воздействовать на кожу век. То есть там это допустимо. Она не вызывает раздражения никакого. Вот. Ну, здесь уже все чисто. Просто я, скажем так, нет здесь никаких особых зарезнений. Вот. Ну, если сравнить, допустим, вот эту ватку и эту, да, чувствуете разницу. Здесь я просто немножечко, даже не увлажнила, а так смягчила кожу, правильнее сказать. Хотите, пользуйтесь молочком после мицеллярки. Хотите, не пользуйтесь, это уже как бы ваше дело, да. И следующий этап идет у нас увлажнение. После очищения кожи лица мы увлажняем кожу. Для этого я, вот у меня уже начинает скоро заканчиваться, вот этот кислородный решейпинг. Это у нас была старая линейка, тоник из этой серии. И серия сейчас у нас называется Oxiology, да. А раньше у нас Airstream была вот эта серия. Сейчас уже в каталогах вы не найдете такой тоник. Но неважно, есть у вас тоник из серии Oxiology, он замечательный. Используйте его. А мне нужно, это же средство не должно пропадать даром. Просто у меня в запасниках лежало, я что-то забыла про него. А потом хватился, у меня тоник закончился. Смотрю, хоп, а у меня есть же. Думаю, надо его использовать. Вот, просто нанесла некоторое количество тоника на ватку. И просто тоже такими легкими массажными движениями увлажняю кожу. Для чего нам необходимо увлажнение? Для того, чтобы у нас кожа действительно стала увлажненной. И если мы не будем тоником ее обрабатывать, то она все равно заберет влагу из крема. И крем тогда будет неправильно работать. Он может скататься на лице. Вот кожа всегда хочет пить. Запомните это. Как мы не можем без влаги, так и наша кожа не может без влаги. Ей нужно обязательно пить. Ее нужно напоить. И поим мы ее вот этим тоником. Ну, этим или из другой силы я имею в виду, что мы используем для этих целей тоник. Обязательно. Сейчас мы ее хорошенько еще напоим. Пусть она попьет, наша дорогая. Да, такая сухая она у меня была. А сейчас я уже чувствую, мне очень приятно, такие ощущения классные. Когда кожа чувствуется, как она забирает влагу и становится такой классный, увлажненный. Так, что дальше? Дальше я использую кремчики. И сейчас я пользуюсь, поскольку зима на улице, эта серия, она как раз таки хороша в зимний, в осенний период, на начало весны. Вот этой серии Рено Бэйш, это антивозрастная серия кремов. У меня есть полностью все крема из этой серии. Это дневной, ночной крем и крем для кожи вокруг век. Так, серию вам, то есть вам нужно артикул, наверное, назвать, а я без очков артикул не вижу. Так, артикул есть. 0,780, это дневной крем. 0,781, это ночной крем. И 0,784, это крем вокруг глаз. Конечно же, ночной крем я оставлю для других дел, да, сегодня, вернее, сейчас он мне не потребуется. Я беру дневной кремчик, открываю. И смотрите, мне очень нравится упаковочка. Видите, здесь все очень герметично запаковано, то есть сюда не попадает воздух. Когда крем закрыт фольгой, даже мы, если ее приоткрываем, все равно там зазоры остаются. А вот в такую баночку уже воздух не проникнет, и крем будет дольше храниться. Все очень продуманно. И чтобы легко открывалось, здесь вот есть такая пимпочка. Вот ее можно просто так раз подцепить и за эту пимпочку открыть кремочек. Вот раз. У меня ногти, к сожалению, вернее, не нарощенные, а уже отросшие, длинные, не всегда удобно справляться. Знаете, неудобно по клавишам еще по клавиатуре долбить. Я прям ненавижу из-за этого ноутбук, потому что у меня всегда там все. Я вот так дун-дун-дун-дун сижу, злюсь. Вот, и здесь тоже неудобно подцепить. И, собственно говоря, что мы делаем? Я прямо с крышечки, видите, у меня здесь есть какое-то количество крема, и очень так пальчиком равномерно наношу по всей поверхности. Вот здесь вот предательский волосок мне начинает мешаться. Я уберу. Ну, вот какое-то количество я нанесла, и вот, вы знаете, прям вот такими легкими похлопающими движениями сначала воблю его немножечко, да? Мне его много даже получилось. Ну, ничего, он сейчас впитается, потому что кожа у меня хочет кушать, кожа у меня хочет пить, она все у меня хочет. На тебе, на, моя дорогая, на тебе, питайся. Вот, и вот такими вот сначала, как бы, немножко похлопающими движениями, да? Могу даже вот так вот. И немножко такими поглаживающими, но очень прям вот легкими касательными движениями, то есть не надо вот так вот прям растягивать, чтобы, вы знаете, создавать себе дополнительный какой-то момент для того, чтобы морщины образовывались. Не надо этого делать, просто легкими похлопающими движениями все у меня уже практически весь кремчик впитался. Классно. Вот, сейчас скажу немножко про этот крем, вообще про эту серию Ренавэш. Мне она нравится, но есть моменты, которые мне не нравятся в этом креме. Как вы думаете, что мне в нем не нравится? Ну, по текстуре, да, он плотновастый, ничего не могу сказать. Этот момент тоже такой, ну, скажем, скользкий. Но что ты поделаешь, антивозрастные крема, они в основном все такие плотненькие. И здесь современная технология. Я вполне доверяю этому крему, но здесь не очень приятная для меня лично отдушка. Вот вы знаете, я не знаю, чем он пахнет. Я даже не могу ни с чем сравнить. Он не резкий, он не противный. У меня нет такого состояния, что, знаете, когда бывают на какие-то запахи. Такого нет. Но все равно мне хочется другого аромата. Но это чисто мои внутренние ощущения. Я не знаю, может быть, кому-то этот запах нравится. Но, опять же, он не резкий. Я закрываю на это глаза. В целом крем очень достойный. Мне очень нравится этот крем. И, кстати говоря, у ночного такая же отдушка. И, по-моему, и здесь тоже такая же отдушка. Сейчас я еще раз. Почему? Потому что я то этим пользуюсь, то у меня есть три ролл гели. То есть здесь я вокруг век меняю периодически крема. И вот сейчас я выдавлю какое-то количество крема. Да, ну, практически такая же отдушка у него. Такая же. То ли у меня уже пальцы пропитались тем кремом. Но практически такая же отдушка. Ну, в общем, какое-то количество, небольшое количество вот такого крема для века. Я выдавливаю. Наношу его на область под веками, на верхнее веко. И сейчас вот это все мы будем с вами легкими похлопывающими движениями по кругу в направлении от внешнего уголка глаза к внутреннему. Обязательно в таком направлении. Вот так. Потому что у нас так устроена круговая мышца глаза. Мы все делаем с вами по мимическим мышцам. Здесь то же самое. От внешнего уголка глаза легкими похлопывающими движениями к внутреннему. И вот так небольшими круговыми движениями. Сейчас у меня кремчик впитается. Вот так. Ну, и, пожалуй, все. То есть лицо уже готово для того, чтобы наносить на него макияж. Единственное, что перед нанесением макияжа, ну, это, может быть, уже больше к макияжу будет относиться. Но все-таки я скажу вам здесь, что я, прежде чем наносить на лицо тональную основу, там уже декоративную косметику, я сначала наношу основу под макияж. И в этих целях я использую вот такую гелеобразную текстуру Face Control. Значит, сейчас скажу артикул 6217. Мне очень нравится. По-моему, он на основе гиалуронки. Сейчас я вам выдавлю некоторое количество геля. Он у меня уже, видите, заканчивается. Надо новенький будет заказать. Вот, смотрите, прям такая вот, как капелька, слезинка такая. Гелеобразная текстура. Очень он мне нравится. Он так классно впитывается. Кожа становится прям шикарнейшей, бархатистой. И вот такой же кожа становится после нанесения и вот этого крема. Его можно использовать самостоятельно. Это Beauty Lab у нас серия называется Крем Блур. Артикул 1049. Его можно использовать как самостоятельный кремчик для каких-то моментов, когда вам нужно быстро привести себя в порядок. То есть его нерегулярно используют, да, а эпизодически, там, под праздник какой-то, когда проснулся, встал и смотреть на себя не можешь. Думаешь, боже мой, где же я вчера-то был. Вот этот кремчик, он помогает им привести в порядок лицо, разгладить какие-то мелкие морщинки, какие-то дефекты скрыть классные. С эффектом фотошопа. То есть очень хорошо его использовать перед тем, как вы собираетесь проводить селфи. И я сейчас тоже воспользуюсь этим кремом, покажу вам как раз-таки его текстуру. Вот посмотрите, как он выдавливается. Очень удобная компактная упаковочка с носиком. Сюда уже точно не попадут никакие загрязнения. Вот какое-то количество крема выдавила. Наношу опять же на лицо, но этого мне будет мало. Я уже знаю, что мне надо побольше. Вот, еще наношу. Нанесла. Распределяю по поверхности лица. И он же, этот крем, выполняет функцию основы под макияж. Его можно использовать как основу перед нанесением тоналки на лицо. Вот так. Смотрите, прям вот кожа преображается, мне кажется, прям вообще. Не знаю, я прям вот ощущаю, видно ли вам или нет. Во-первых, текстура очень такая классная, нежная, бархатистая. И прям я ощущаю, как это все круто у меня. Лицо моё становится посвежевшим, помолодевшим. Но во всяком случае, мне так кажется, мне так хочется. Вот так, мои дорогие. Все. Кожу мы подготовили для того, чтобы нанести макияж. И это уже будет в следующем видео. На этом все. Благодарю вас всех за внимание. Надеюсь, что мой практический опыт подготовки кожи перед нанесением макияжа вам будет полезен. Если кто-то из вас просто случайно зашел на мой канал, не забудьте подписаться. Нажмите на колокольчик. А я вам говорю всем пока. Увидимся с вами в следующих видео. С вами на связи была Татьяна Кузмина. Не хочет у меня выключаться камера. Говорит, подожди, подожди, не уходи. Останься еще чуть-чуть. Вот так мы ее выключим.